Добрый день, меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству и сегодня мы с вами будем учиться делать быстро эмоцию страха. Страх – это сильная отрицательная эмоция, которая возникает в результате воображаемой или реальной опасности и представляет угрозу жизни для индивида. Как раз на воображении и реальной опасности будет базироваться наше упражнение. Сегодня учимся быстро показывать эмоцию страха. Где этот навык может пригодиться? На кастинге в рекламу, для актерского портфолио или на пробах. Допустим, вашему персонажу надо чего-то или кого-то испугаться. Итак, времени у вас нет, а показать страх необходимо быстро. Для этого воспользуемся этим простым упражнением. Оно поможет нам в дальнейшем быстро передавать эмоцию. Состоит упражнение из воображения, фантазии и вашего реального страха из жизни. Выбираем, через что мы будем создавать эмоцию страха. Пусть это будет что-то простое. Например, собаки, пауки, змеи, замкнутое пространство, темнота. Главное, чтобы вы это реально боялись или боитесь в вашей жизни. Это важно. На данном этапе не надо ничего усложнять или изобретать велосипед. Это не работа над ролью. Это работа с эмоцией. Выбрали? Включаем воображение и фантазию. Создаем картину, где присутствует не один образ из нашего страха, а множество существ. Например, стая собак или пауков надвигаются на вас. Собаки рычат, лают, у них идет пена изо рта, они оскаливают свои клыки и приближаются к вам все ближе и ближе. Вы понимаете, что это конец. Задача воображения создать картину как можно страшнее и естественнее. Старайтесь добиться того, чтобы вы почувствовали запах сфоры собак. Это верх совершенства. Пример замкнутого пространства может быть лифт, в котором вы застряли и стены лифта медленно начинают двигаться на вас. Пространство вокруг вас уменьшается. Вы понимаете, что в ловушке, из которой не выбраться. С темнотой то же самое. Она медленно накрывает все вокруг. Становится трудно дышать. Вы понимаете, что она вас поглотит. Если вы используете то, чего вы реально боитесь в жизни, увеличили это с помощью воображения и фантазии, то эмоция страх будет не наиграна. Она станет настоящей, чего мы и добиваемся в нашем актерском мастерстве. Как только вы почувствовали, что у вас получается реальный страх, снимаем эмоцию на камеру. Сняли, посмотрели, сказали себе «Да, у меня получилось!» Делаем следующий шаг. А именно, создаем этюд с эмоцией страх. Как правильно строить этюды, вы узнаете, пройдя по ссылке в описании под этим видео. С вами была Лара Шум, коуч по актерскому мастерству. Также вы можете записаться ко мне на бесплатный вводный урок по актерскому мастерству. Он проходит дистанционно. Удачи всем в вашей актерской профессии! Если это видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и следите за новыми роликами. До свидания!